Что страшнее тигра и рыси автомобиль из Кутаиси? Сегодня я буду вам показывать сборку и окраску этого чуда грузинского автопрома. И в процессе сборки я вам расскажу, как свободолюбивые грузины собирали эти автомобили под гнетом советской власти. А купить такие автомобили в 43-м масштабе АТВД и не только, вы можете в магазине Модельная Лавка. По промокоду Даша у вас будет скидка в 10%, а по промокоду, который сейчас появится на экране, вы получите скидку в 200 рублей на свой первый заказ. Итак, поехали смотреть за преображением этого автомобиля из кусочка пластика. Поехали! Эта модель АТВД и, как все другие, собирается за вечер. И я рекомендую эту модель новичкам. Условно модель можно поделить на три части – шасси, кабину, салон-кабины. И в таком порядке я и буду строить модель. Начала окраску я с грунтовки. Использую фиолетовый грунт от фирмы ОМО. Цвет этого грунта мне не очень нравится, но его надо закончить. После грунтовочных работ покрашу детали в черный цвет. В черный я окрашу салон, раму и некоторые части кабины. Своё народное название – сервант. Эта машина получила за свою угловатую квадратную кабину. Также одним из распространенных народных имен у неё было шифоньер. Разработка этой машины началась на заводе в Кутаисе в начале 70-х. И количество нареканий на качество предыдущих моделей КАЗ-606 и ранее 608 было запредельно высоким и требовало кардинальной модернизации конструкции. Опытный образец нового грузинского подгорного тягача был уже готов в 1971 году, а в серийное производство он пошёл в 1976 году. Массу нареканий у предыдущей модели вызывала кабина. Из-за большой площади остекления она была стильной, но за красоту приходилось расплачиваться низкой прочностью конструкции и низкой герметичностью уплотнителей стёкол. У обновлённой колхиды кабина получилась весьма строгого дизайна, прямоугольная и без дизайнерских изысков, простая и квадратная, как кирпич, да и название изменилось. Вместо колхиды на передке кабины рисовалось всего три буквы КАЗ, взятые от КАМАЗ. А вот тут белым цветом пройдусь по верхним граням кабины, чтобы на этих местах базовая краска становилась чуточку светлее. Были и технические изменения, машина наконец-то стала комплектоваться относительно мощным, если сравнивать с предшественником двигателем. ЗИЛ-130Е5, V-образный восьмицилиндровый карбюраторный восьмёркой, объёмом 6 литров и мощностью 150 лошадиных сил. Начну окрашивать кабину в основной цвет, и я выбрала в качестве основы травянистый зелёный. Вроде бы КАЗы с кабинами такого цвета были, тем более военный цвет мне немножко надоел, а такой зелёный выглядит очень даже свежо. Был ряд и других изменений, но, к сожалению, дурная слава и ворох проблем, преследующие предыдущую модель, перекинулся и на новый сервант. Квадратные КАЗы также часто можно было видеть на обочинах дорог с поднятыми кабинами, под которыми копошились их шофёры по уши в мазуте. Потом в базовую краску я добавлю капельку жёлтого цвета, и таким оттенком высветлю выступающие части кабины. Особое внимание я уделю выступающим деталям на дверях и борту. Поговаривают, что некоторые автотранспортные предприятия забирали свои приобретённые, а вернее навязанные по распределению тягачи, не своим ходом, а посылали за ними более надёжные машины для буксировки, или даже вовсе забирали машины, погрузив на полуприцеп. И уже по прибытию на автобазу грузовик тщательно и почти полностью перебирался и перетягивался механиками автотранспортного предприятия. И только после этого заступал в рейс. Модель хоть и обновили, но вот качество сборки, увы, оставалось всё тем же, кутаиским. Выпускалась машина с 1976 года по 1989. Время ручной работы, и мне надо окрасить в чёрный цвет решётку радиатора на кабине, и она вылита в одну деталь с кабиной, так что отдельно её никак не окрасишь. Для окраски модели грузинского тягача я использую украинские краски с испанскими корнями. И вот такая вот получилась дружба народов. Также вручную я окрашу сокращённую надпись КАМАЗ. К слову, буква А была отлита без средней чёрточки, так что мне пришлось её тоже докрашивать. КОНЕЦ Нарисую огни автопоезда, что логично, ведь это тягач. А в алюминиевый цвет выкрушу отражатели фар тягача. Красками по стеклу окрашу световые припоры КАЛХИДЫ. КАЛХИДЫ А бордовым цветом кисточкой обозначу дерматин сидений. Я видела ещё сидение из чёрного дерматина, но чёрный цвет будет очень плохо виден снаружи кабины. КАЛХИДЫ ПУКИЙСКИ КАЛХИДЫ sóс Черным цветом прокрашу резиновые уплотнители остекления кабины. Продолжение следует... Алюминиевым цветом обозначу два глушителя. Напомню, что у Казика V-образный двигатель. Из каждого блока цилиндров выходит свой глушитель. Покрою модель глянцевым лаком для последующего применения смывки. Делаю смывку. Смывка это жидкая масляная краска, которая затекает в углубление модели и таким образом делает грузовичок более объемным. Смывку я делаю сама из смеси коричневой и черной краски и разбавляю все это уайт спиритом. Излишки я также убираю уайт спиритом. И плюс этой смывки то, что она вообще никак не въедается в основной цвет. Продолжение следует... Белой сухой кистью я выделю рельеф черной рамы. А масляными точками сделаю колхиду чуточку поездившей по горам страны Советов. Музыка. 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 И приклею декали. Тут их совсем немного, только номерные знаки. И по-моему они московские. Но ничего, вдруг московскую колхиду потянуло на Кавказ. Пигментами я хочу сделать небольшую магию. Я буду состаривать модель. Такие блестящие рамы было всегда довольно сложно найти на таких грузовиках. Поэтому я ржавым пигментом сделаю тягач одновременно ржавым и запыленным. А завершит картину бывалого тягача пигмент землистого цвета, который сделает грузовик грязным. И вот такая у меня получилась. Спасибо, что вы посмотрели этот ролик до конца. А также не забывайте подписываться на мои социальные сети. Такие как группа ВКонтакте, в которой я частенько выкладываю свои работы. А также обзор работы своих зрителей. И разные посты. Так что не забывайте подписываться. Также и на Дзен. Там выходит примерно то, что самое. Да, к сожалению. И мой телеграм-канал. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!